Заболевших коронавирусом в городе нет. Власти Нижнекамска дали официальный ответ на главный вопрос. Еще недавно в социальных сетях ходили разные слухи, но их все опровергли. Сейчас на карантине находится 26 нижнекамцев, которые прибыли из зарубежья. Люди пробудут дома 14 дней. Пока все они себя чувствуют хорошо. Все люди, которые прибыли из зарубежных стран, они должны в первую очередь поставить своего работодателя в известность, что они прибыли из такой-то страны. Работодатель сообщает эту информацию в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор тем людям из семи стран, которые я назвала ранее, выписывает предписание и направляет эту информацию в поликлиники, то есть в лечебные учреждения. Если температуры нет до 10 дня, у человека берут анализ и отправляют в Казань в вирусологическую лабораторию. При отрицательном результате на 15-й день человеку закрывают больничный лист. Если же окажется, что человек подхватил коронавирус, тогда больного госпитализируют в инфекционку набережных Челнов. Но пока таких случаев не было. Врачи готовы к любому развитию событий. Больница готова. У нас ежегодно, вы знаете, что у нас есть вообще, независимо от коронавирусной инфекции, есть комплексные планы по особо опасным инфекциям, по которым мы работаем, проводим учения всегда. Да, вы это слышите раз в год, да, министерство проводит, Роспотребнадзор совместно. Поэтому, согласно этому комплексному плану, у нас есть также рекомендации, как мы начинаем действовать, когда и с чем. В городе по-прежнему нет масок в аптеках. Об этом знают и в кабинете министров республики. Но пока решения проблемы нет. Вполне возможно помочь ликвидировать дефицит, поможет завод «Эластик». У нас есть на территории завод «Эластик», который производит материал для медицинских изделий, в том числе масок. Мы проводили с ними встречу с руководством компании. Сейчас они получили большой заказ государственный, они сейчас грузят в первую очередь внутренний рынок. То есть отгружают материал для производства масок на внутренний рынок. То есть практически экспорт минимизирован. Говорили на брифинге и о массовых фейковых новостях, что гуляют в сети. Власти города призывают нижнекамцев не верить всему, что пишут о коронавирусе в интернете, а черпать информацию только из официальных источников. Светлана Шумкова, Марсиль Джураев, Новости НТР.